Всем привет дорогие друзья, с вами Йорн. Как вы там? Лежите, отдыхаете, работаете, может быть уехали куда-нибудь на природу. В общем напишите, а хотя нет, не пишите друзья. Если у вас все хорошо, просто поставьте лайк, и если будет много лайков, я пойму, что у вас все отлично. Но в этом видео мы с вами будем подводить итоги уходящего события, хоть ничего угодим. Хотел бы рассказать, что надо делать было там, а что не надо было делать, потому что везде ситуевина разная. На тестовом серваке мы попали в топ 30, потом из этих топ 30 нас выбили, и мы вылетели с 30 на 31 место. Это было вообще эпично в последние минуты буквально данного события. Видимо там какой-то азиат проснулся и решил добить всю свою энергию на финального босса Адракса. Но это печально, но мы еще зайдем на тестовый сервак, и я вам все покажу. А вот на глобалке мы тоже сначала метили в топ 100, где-то там метались между полтинником и 80 там. А потом нас выбили на 200, потом с 200 на 300, и в итоге мы даже не заняли место в топ 500. С чем это связано, не знаю, может быть неправильная ротация героев, может быть неправильно сложенные действия нашей команды. Вот об этом мы и поговорим. И еще хотел бы сказать, что Торн и Нары вообще неэффективны, они только помогают на захвате лагерей, но на боссах вообще полный шлаг. Лучше бы я сюда поставил Тео Вин и Бадена, но так как они у меня не прокачаны на основе на глобалке, от этого я был опечален. Поэтому первая задача это прокачать этих героев. И также в лесниках надо прокачать будет Раку, Пипу и Респена. Пипа скоро докачается и получит белую рамку. Есть куда еще расти, и у вас, я думаю, точно такая же ситуевина. Но, кстати, Дезир меня удивила, потому что неплохие у нее вот эти вот бафы, да, там. Каждый раз, когда герой использует особую способность, а владелец применяет особую способность, то уровень критического удара у всех союзников повышается на 4%, на 9 секунд. И может складываться до 5 раз. В принципе, неплохо. Если Дезиру Сайлоса и Бадена или Тео Вин поставить с Грежевым и Деймоном, то я думаю, что урон на финальном боссе будет хороший. Но по поводу финального босса у меня тоже есть свои мысли. И, кстати, если, допустим, вам интересно посмотреть гайд по всем фракциям, потому что есть также гайд-картинка, и сегодня днем я прям задал вопрос в Дискорде, в клане Just4Fans на тестовом серваке, чтобы все поделились своим опытом по поводу тех фракций, за которые они играли, все высказали мнение по поводу каждого героя, и если вам будет интересно посмотреть этот видос, я его запилю. Только давайте повысим активность, лайки, комментарии и так далее. Ну и, кстати, в комментариях напишите по поводу вообще данного события, как у вас все прошло, какое место вы заняли, призовое, не призовое, а может быть вы просто были зрителем. Хотя уже был вопрос от разработчиков, насколько данное событие нам понравилось. Я думаю, что все там выложили правду, ну, короче, написали правду, как есть, да, по чесноку, правду матку. Ну, посмотрим, короче, посмотрим, как дальше пойдет и что поменяет разработчики в следующих охотничьих угодьях. В общем, что было сделано неправильно? Мы поначалу начали бить каждой клетке, но тут надо было поделиться на две команды. Первая команда это атакующие, это тот, кто играет за смешанные фракции, а под смешанными далее по тексту я буду подразумевать подземные, небесные и пространственные. И могилорожденные, то есть два этих игрока, они вначале вообще не должны были дергаться. Они должны были ждать, пока три фракции, кто играет за лес, громил и людишек, будут прокладывать этот путь. Потом мы, естественно, захватываем уже лагеря, то есть мне, как могильнику, не надо было бы потратить энергию на клеточки. И также я бы эту энергию оставил, допустим, на захват лагерей, более сильных, да, чтобы был прирост больше значков охоты. И мы бы бустили Аэнза. Аэнз бустится и начинает бить мини-боссов. Это вот эти Гарво, там, Лика, допустим, также Вурк и так далее. После этого, когда мы получаем уже элементы экипировки, также руны, руны нужны для того, чтобы усиливать ваших героев, они очень хорошо добавляют, поверьте. Вы начинаете готовиться к тому, чтобы бить босса. Этого первого босса, ну, кто как бил. Кто-то бил вместе могильники и смешанные фракции, а остальные были просто ждали, да, что произойдет. А кто-то бил только Аэнза. Но здесь преимущество у игроков, которые много донатят в эту игру, в том, что у них гораздо сильнее прокачано древнее дерево, герои по персоналке, по мебели. И, скорее всего, им даже на убийство какого-то линейного босса при одинаковой прокачке понадобится меньше камней призыва, вот этих красных. А гайд я уже записывал, сколько камней на какого босса надо, да, ссылочку оставлю в конце, следующий видос. Вот, то им понадобится меньше камней, то есть они уже в плюсе. И когда они идут уже и убивают первого босса, я не помню, кто там, Зафрейль или Хазард, по-моему, Зафрейль, да? Вот, и потом, естественно, открываются уже, воскрешаются следующие боссы. Они еще меньше тратят камней на этих боссах. И когда они уже героев прокачивают и возвышают там до третьего, до четвертого уровня, у них все красные шмотки красные, они просто выносят их вперед ногами. И когда ты смотришь в эту таблицу лидеров, ты такой, офигеть, да сколько же урона они наносят? Как они пробили всех этих мини-боссов и сколько раз они успели убить этого финального босса Адракса? У кого-то могильники сильнее забущены, у кого-то слабее. Но в большинстве случаев все в основном делали упор на могильников. И на китайском серваке точно так же. Поэтому, конечно же, тот, кто будет играть за могильников, ему нужно докачивать Бадена и Тео Вин однозначно. Так же, как Грежула, Деймона, Одина, Сайлоса и всех ключевых героев, которые тут используются. Вот, но первый уже как бы шаг был у нас неправильный. То есть, я тратил энергию и так же, кто играет за Айнза на эти клетки. Это мы с вами уяснили. Потом мы подошли ко второму боссу, здесь было все правильно. Я убил его за два захода. Может быть, донатеры убили его за один заход, фиг их знает. Я не знаю, я не видел. Вот, но я потратил всего лишь два захода. Я поставил Грежула и Деймона на третьем уровне прокачки. То есть, все шмотки были прокачаны на четвертый. Но четвертый я не мог повысить, потому что у меня не было нужного титула. Все, я убил босса, мы добили охрану и потом начали прокладывать путь дальше. Когда мы провожили путь до Адракса, первая полоска его здоровья, она жопистая. Тут он начинает прыгать, как придурок, вот этот, да, обезьян. И за счет этого у могильников урона меньше. Потому что, когда остается четвертая полоска, после убийства вот этих алтарей, то там могилы наносят урона гораздо больше. Потому что Грежула постоянно призывает скелетиков, Деймон бьет. Вот, он не прыгает, этот Адракс, как дурак. И вы стабильно его просто выхлестываете. Очень хорошо. И тут мне залетела мысль в голову. А, допустим, почему бы, допустим, первую полоску не бить? Айнзом пак, да, ну, ставить Айнза, выносить эту первую полоску. Потом алтари выносить все вместе. А потом могильником добивать этого босса. Так бы было гораздо эффективнее. Хотя можно делать смешанный вариант. То есть, если у вас есть все могильники прокачаны, и Теовин, и Бадны, как я уже сказал, да, и вот можно будет заменить Торана и Нару, то, может быть, даже и первая полоска будет там гораздо быстрее уходить за счет Теовин. Потому что Теовин прилипает, и она гораздо эффективнее себя будет проявлять. И тут вы тоже по урону не будете проседать. Но я по урону проседал. Потому что этих двух героев у меня, естественно, не было, друзья. Вот. Потом мы начали бить, бить, бить. И в итоге, когда мы дошли уже до третьего уровня Адракса, его вынесли. Я смотрю, а мы вообще вылетели из топ-500. Я думаю, а как так-то вообще? Это надо... Как было что делать, чтобы попасть в эти топ-200, там, или в топ-300? И я понял, что так как мы изначально уже делали все неправильно, то есть, я потратил гораздо больше энергии, хотя я руны вот эти вот все получал, да, хорошо. Также вот эти красные камни на призыв вот этих боссов тратил с умом. Но я видел, что многие не торопились и многие выстрелили чуть в поздней игре, потому что видно, что они прокачали героев, а только потом начали бить вот этих высокоуровневых мини-боссов. То есть, они тратили, еще раз говорю, меньше вот этих камней и были эффективнее. То есть, скорость, это не основное, что тут надо было делать. Тут именно грамотно надо распределять силы каждого игрока. И если в вашей команде кто-то просто неохотно заходит, что-то выполняет, то вся эта цепочка рушится, и вы становитесь неэффективным. Но это чисто мое личное мнение. Поэтому мы не попали в топ-500. Я ни в коем случае, друзья, не унываю. Конечно, было неприятно. Думаю, ну хотя бы какое-то место займем, там что-то получим. Но увы и ах, видимо, еще пока мы к этому не готовы. Вот. Я вот так вот это вижу. Хотя у меня аккаунт неплохо прокачан, но надо, видимо, еще его усиливать. Усиливать, чтобы выглядеть гораздо эффективней в таких событиях. Так же, как и в большой экспедиции. Вот он, друзья, тестовый сервак. Давайте тезисно здесь также скажу. Начало было точно такое же, ошибочное, как и на основе неправильного распределения, естественно, обязанностей. Захват клеток. Потрачено было кучу энергии. И когда оставался последний день, мы зашли в таблицу лидеров. Увидели, что мы были на 27-м, потом на 22-м месте. А к утру мы встали на 31-е место. Попытались нагнать, но в итоге не хватило энергии ни у кого уже в нашей пачке, да, пятерочке. Вот, и мы остались на 31-м месте. От этого было даже как-то обидно. И когда уже начали анализировать, поняли, что надо было все не торопясь делать. Как-то продуманно. Ну и плюс у нас один игрок из нашей пятерки заходил там раз, по-моему, я не знаю, в 14 часов. Это был ритис. Ничего против него не имею. Это всего лишь игра, друзья. Но если вы ходите в такие события, вы должны быть сплоченной командой и друг друга не подводить. Понятно, что разные ситуации в жизни бывают, но он просто забивал и приходилось ему писать везде. Там в Дискорде, также писали ему в Телеграм, куда только не писали. И он заходил, как будто, знаете, вот типа, ну, заколебали, я зашел. Ну, короче, я не обвиняю, что это только его причина из-за того, что мы заняли 31-е место. Тут именно причина в том, что мы неправильно подошли и не распределили роли. Вот это была самая большая ошибка. Хотя наши сокланы кто-то вот там на 22-м месте, кто-то, допустим, еще на каком-то месте, да. Ну, попали они, попали в топ-30, а мы не попали. Вот такая вот жопень. Ну, короче, что могу сказать по поводу вообще этого события. События событием. Будем ждать следующего. Надеюсь, следующие события будут гораздо интереснее. Они не так сильно будут зависимы от доната, там, допустим. Или мы как-то будем сильно проседать между пропастью донатеров и простых игроков. И мы также попытаемся захватить какие-то места, какие-то рамки, какие-то награды и все остальное. Ну, а вам желаю хорошего настроения. Играйте в отличные игры. Играйте в АФК-арену. Скоро увидимся в следующих видосах. Обнял. И всем отличного вечерочка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok